В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Мемориал «Стена памяти» на Аллее Славы в городе Видное приобрел законченный вид. На данной стене 8361 наш земляк. Телеканал Видное ТВ подал сразу два проекта на соискание губернаторской премии «Мы рядом ради перемен». В этом году мы хотим предложить наш, я считаю, что все-таки это совместный проект. Каникулы с пользой в библиотеке села Булатниково. Тут интересно читать, общаться с другими девочками, дружить с ними. В конце декабря 2020 года на Аллее Славы в Видном был официально открыт новый мемориал «Стена памяти». Тогда памятник представлял из себя композицию в виде круговой гранитной стены диаметром 9 метров. На ней были высечены имена жителей Ленинского района, погибших в Великой Отечественной войне. Теперь мемориал приобрел законченный вид. Полностью обустроили внутреннюю часть. Здесь появились пять гранитных стел с гравировками, посвященными ключевым сражениям Великой Отечественной войны. И композиции с лавровым венком. Таким образом, работа по возведению памятника героям, погибшим в годы войны, завершена. Были сделаны несколько проектов, которые мы рассматривали, вносили предложения. Естественно, на основании наших предложений вносили изменения проекта. И вот окончательный проект, вот как вы видите перед нами. Стоит отметить, что изготовление элементов мемориала было сделано в кратчайшие сроки. С момента утверждения проекта до его воплощения в жизнь прошло всего три месяца. Теперь наравне с монументом журавлей он станет одним из центральных объектов, где жители Ленинского городского округа смогут отметить даты, связанные с Великой Отечественной войной. На данной стене 8361 наш земляк, наши земляки, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Из них единогласным решением Совета ветеранов решено было включить 280 жителей поселка Володарского. Они тоже здесь высечены на стене памяти, которые призывались не в Ленинском районе, а призывались Раменским РВК, но мы посчитали справедливым их внести именно на эту стену памяти. Но работа над увековечиванием памяти героев не заканчивается. Например, прямо перед установкой на стену памяти нанесли имя еще одного жителя Ленинского округа, отдавшего свою жизнь за родину. И уже в ближайшее время планируется, что стена пополнится фамилиями еще восьми фронтовиков. Уже несколько лет мы знакомим наших зрителей с наиболее интересными и нужными проектами, поданными на соискание губернаторской премии «Мы рядом ради перемен». В нашем следующем сюжете мы расскажем еще о двух, к которым телеканал «Видное ТВ» имеет непосредственное отношение. СМИ всегда идут в ногу с теми, кто создает настоящее с героями нашего времени. Сейчас, во время пандемии, это медики и волонтеры. Наш телеканал не уходил на локдаун, работал в красной зоне и с первого дня рассказывал о тех, кто оказался на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией. Конференц-зал. Понятно, что никаких конференций сейчас и других мероприятий не проводится. Но здесь, в этом помещении, располагается палата интенсивной терапии. И если состояние пациента ухудшается, его переводят сюда. Мы говорили о вакцинации, отправляясь на прививочные пункты. И своим примером показывали, что лучшая защита от болезни – ее профилактика. У меня упали антитела до нужного уровня. Я подумал, что лучше я сейчас привьюсь, чем еще раз буду переносить заболевания в тяжелой форме или в средней форме. Когда стартовал прием заявок на губернаторскую премию «Мы рядом ради перемен», телеканал решил рассказать всем о проделанной работе. В этом году мы хотим предложить наш… Я считаю, что все-таки это совместный проект, потому что, если не было бы наших героев, не было бы этого проекта. А наши герои – это волонтеры, это медики, это люди, которым нужна была помощь и медиков, и волонтеров. Телеканал «Видное ТВ» все это время не только рассказывал о добрых делах, но и сам стал организатором большого доброго дела. Второй проект, выдвинутый на соискание губернаторской премии «Мы рядом ради перемен», посвящен прошедшему в феврале этого года благотворительному марафону по сбору средств на реабилитацию юного ведновчанина Влада Синилкина. В прямом эфире четырехчасовой марафон «Подари надежду». Сегодня мы дарим свою любовь Владику Синилкину, мальчику, который Новый год встретил в больнице. Перед праздником он попал в автомобильную катастрофу, лишился двух ножек и одной ручки. На протяжении четырех часов к нам в студию приходили эксперты, врачи, благотворители и артисты. А Бидия Влада Синилкина узнала множество людей. И благодаря огласке за время марафона удалось собрать более 800 тысяч рублей. Несомненно, эта трагедия объединила многих жителей Ленинского округа. И мы, как телеканал, просто не могли остаться в стороне и сделали все от нас зависящее, чтобы этот марафон прошел на высоком уровне. Своими проектами мы еще раз хотели напомнить – делать добрые дела просто и очень приятно. Если вы с этим согласны, поддержите нас на официальном сайте губернаторской премии «Мы рядом ради перемен». И давайте творить добро вместе. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. В рамках губернаторской программы «Активное долголетие» в Центре социального обслуживания «Вера» работает много направлений досуга. Одно из них – женский хор, на репетиции которого побывал Дмитрий Книга. Женский хор «Верные подруги» появился в Центре «Вера» не так давно. Благодаря губернаторской программе «Активное долголетие» было решено возродить славную историю певческих коллективов учреждения. Раньше он назывался «Фронтовые подруги», потому что у нас участвовали женщины, которые были участники Второй мировой войны. Но сейчас их уже многих нет, но ансамбль для нас продолжает существовать. Фронтовые подруги около 15 лет выступали на праздничных концертах и мероприятиях Ленинского округа. Из прежнего состава в обновленном хоре присутствует несколько участниц. Татьяна Андреевна Казакова была выбрана старостой коллектива и делится своим опытом с подругами. «Мы приглашаем наш ансамбль, женщины нашего возраста, что мы поем главное для себя, для того, чтобы песня – это наша душа, и мы живем этой песней». В репертуар хора входят как песни военных лет, так и любимые советские композиции. Репетиции проходят три раза в неделю. Занятия проводит руководитель ансамбля, музыкант Николай Жидяев. Кроме исполнения песен с различными вокальными партиями, на репетициях отрабатываются хореографические элементы. «Я общаюсь с хореографами, мы ставим танцы. Песни я слушаю тоже в интернете, набираюсь опыта. Какие-то старые очень песни, которые забыты уже». Елизавета Ивановна Брусенская переехала в Видное недавно, но узнав о существовании хорового коллектива, сразу влилась в состав участниц. «Вот Коля пришел, и я пришла сюда, потому что я люблю петь, я люблю хоть и голос плохой, но все-таки как-то среди людей, среди одной же тоже хочется что-то». Центр «Вера» приглашает всех желающих присоединиться к хору «Верные подруги». В составе ансамбля 10 женщин, но летом репетиции проводятся в сокращенном формате. «Летний сезон, и многие получатели услуг стараются бывать на даче, на своих приусадебных участках, но тем не менее они все равно находят время для посещения центра, для посещения занятий и по изобразительному искусству, и по скандинавской ходьбе, ну и, конечно, на хор приходят». Тем временем коллектив разучивает новые песни и готовится к выступлениям после снятия ограничений. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ Впереди еще практически два месяца летних каникул. Это значит, что у школьников и воспитанников детского сада в запасе порядка 60 дней для общения с верными друзьями и пополнения списка положительных эмоций своего отдыха. Ребята из села Булатниково зря времени не теряют. У них каждый день расписан, рассказывает наш корреспондент Галина Житкова. Библиотека в селе Булатниково давно приобрела статус досугового центра. Ребята и взрослые спешат в книжное хранилище не только, чтобы почитать. Можно пообщаться и узнать что-то новое. Культурная программа ежедневно меняется. Дни труда, доброты, знаний, творчества, литературный час и даже семейный выходной. Разнообразие мероприятий поражает воображение. Чтение идет, читателей много, не убавляется по нарастающей, потому что прибавляется население дачников больше становится в селе. Школьную программу все равно никто не отменял и книжки задают читать. А плюс родители, которые стремятся и хотят, чтобы дети все-таки читали. Возраст читателей начинается от годика и заканчивается пенсионерами категории 90+. Но главная забота библиотекаря летом – это организация свободного времени подрастающего поколения. Одной справиться с таким объемом работы сложно. На помощь приходят сами ребята. Шмель и пчелки – это волонтерский отряд, который помогает библиотеке просто Елене Васильевне, чтобы помочь что-то сделать в библиотеке, книжки даже расставить, отштрихкодировать, что сейчас делается. Организовать праздник или провести мастер-класс для младших ребят – не проблема для юных помощников библиотекаря. Все с удовольствием делают колечки в виде бантика или помпон в качестве игрушек для домашних животных. Но и про книги не забывают. Школьники сами, а малыши пока с помощью родителей постигают увлекательный мир художественной литературы. Мне кажется, что здесь интересны больше всего книжки. Я брала на лето их читать и прочитала три книжки. Брат и сестра Корнишева – постоянные читатели и желанные гости в библиотеке. Тимур увлекается культурой Египта, берет остросюжетную литературу мужского формата, а Ксюша интересует новые книги про животных. Тут интересно читать, общаться с другими девочками, дружить с ними. Мы обычно тут собираемся в три и все время играем. Мне не нравится в интернете. Я в интернете вообще ничего не читаю. Стараюсь только на бумажной читать. У меня дома очень много книг, прям очень много. Их даже некуда девать уже. Но там в основном это учебники 7-9 класс. Небольшая сельская библиотека, как пещера Алибабы, постоянно преподносит сюрпризы своим любимым читателям. Открыли музей старины, кукольный театр. Выпустили книгу воспоминаний односельчан о Великой Отечественной войне. И на этом останавливаться не собираются. Галина Житкова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи.